зашли в один из магазинчиков таких вот супермаркетов нам это напомнило вот смотрите подарочные наборы такого плана магазин в москве в 90-е годы смотрите как вам смотрите телемок продукты знакомые с детства какие вывески тут дальше косметика педикюра я не знаю это что может быть там продают что-то либо салон красоты не знаю ретро базар антик я так понимаю что это скобка ломбард на каждом углу райфайзенбанк и вот везде такие вывески и витрины и интерьер тоже внутри а-ля 90 и 91 год в москве вот как-то так примерно но теремок это очень было неожиданно всем привет мои дорогие из праги из очень стильного необычного и удивительного города тут на самом деле столько всего интересного я просто хожу и удивляюсь я вам показала несколько магазинчиков вывесок и витрин которые просто возвращают в 90-е годы в 90-х 91 год очень много здесь в основном все точнее все магазины тут такие с таким интерьером так ждут очень интересные ресторанчики подвалы мы вот сейчас в одном были завтрак или но там так орала музыка что я не могла просто ничего записать я просто сняла вам интерьер показывала и вставлю сейчас мои дорогие я чуть позже включусь вот мы зашли в маркет смотрите сейчас я вам пробегусь если не скажу включить камеру и что ли доль в этом были я не помню сейчас вам покажу ли душа что нам надо было взять вспомни пожалуйста из такого вот а тут этого может не быть цены такие это все в кронах но вы сами переведите в ту валюту которая вам нужна вот вот я прямо отчетливо помню 90 и 91 89 может быть даже и в конце восьмидесятых вот это я точно не помню мы помню что 90 91 прямо вот такие вот тут интерьеры это очень удивительно просто назад 90 но имеет конечно свой колорит и вот так этот маркет вот и такая улочка это тоже центр и много кафешек и тут везде полно людей давайте немного вам покажу эту улочку это центр не самый прямо такой вот центр центр так где коров моста но тоже центр много кафешек и полно людей и вот везде такие магазинчики витрины и интерьерная вам вот этот маркет показала везде все то же самое вот посмотрите город очень интересно своеобразно ни на что не похож и тут очень много старин и вот в прямом в переносном смысле но вот даже начнем с магазинов вы видели вывески вы видели интерьер и заходишь это просто попадаешь в 90-е годы в москве дальше очень много стильных ресторанчиков кафешек всяких там клубов есть тут также музей алхимии магии кому интересно очень много магазинов где продают какие-то колбочки такие знаете вот как и мах про алхимиков всяких то есть вот такой вот так хрума то есть или город кто кому это близко кто этим интересуется до как бы вам однозначно вправе то есть он очень интересно и необычный я не знала что он такой очень много не только русскоговорящих но также русских вот мы сидели сейчас когда завтракали я спросила но девушка на чисто русском говорила я спросила откуда знаете говорить я из россии самар я говорю долго вы тут живете говорит второй год и тут ночь много русских которые здесь живут очень много детей уже от смешанных браков которые свободно говорят на русском языке и также местные тоже каким-то загадочным образом есть местные которые великолепно свободно чисто говорят на русском языке это просто удивительно такого я пожалуй не видела нигде ну в общем очень интересно необычно как то так вот но интересно интересно конечно на это посмотреть мы решили остаться в праге еще на один день но наш отель не продлили и мы вот забронировали отель на букинге на фото он и выглядел очень даже прилично нормально были какие-то фотки мы сюда приезжаем и просто в шоке такого в жизни не видели это какой-то то ли университета ли колледж то ли что сейчас я камеру переверну я верх не снимала потому что мы бегом бежали в общем не было возможности но это я вам сейчас тут сниму это просто такой трэш заходишь вот как бы это ресепшен дальше идет такой холл высоченные потолки и что-то вот такое студент склад там что-то такое мы сразу зашли не поняли вообще где мы что мы думаем наверное перепутали тут банкоматы стоят и справа лифты один лифт не работает вот этот вот его чинили и здесь вот такой вот мы на нем поднялись это был конечно тоже трэш на пятый этаж вышли мы и там знаете вот на полу такие наклейки круглые ты идешь 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 по коридорам и женщина которая на ресепшен нас туда провожала но может сразу поняли мы говорим все нет спасибо мы здесь жить не будем но мы не оплачиваем просто забронировали короче говоря мы такого мы даже уже не зашли в комнату потому что ну как бы да мы поняли что мы тут не останемся мы сейчас забронировали другой отель едет в другой но это такой трэш это просто что-то дешевле не знаешь вообще уже такой нервный смех причем мы поднимались на этом лифте от маленький он трясется этот который слева он сломан я такая стоять еле дышу хуху ту бы сейчас не дай бог застрянет был вообще все какое-то вообще странное место там идешь 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 по этим коридором и по этим точкам да она вот у нас как бы промокли вот идёшь 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 лабиринты какие-то но они как бы и ну так поняли на лето делают а ты потому что большой спрос очень много туристов и как бы вот делаю такой отель общежитие какое-то, в общем, не знаю вот так вот и так вот выглядит это здание в общем, такие у нас приключения сейчас поедем в другой отель я надеюсь, он уже будет нормально, адекватно уже изучили фото, все вроде как нормально мы приехали в другой отель, который забронировали даже не помню, как он называется как-то Дон, Джованни, что ли такой вот он достаточно большой для Праги и заходим с вами в лобби поднялись мы в номер ну и сейчас будет рум-тур заходим так, сейчас надо интересно, свет с картой как-то связан Лидуш, надо куда-то карту ставить, только я не вижу куда а куда так, ладно, давай пока посмотрим так это комната сразу тут вот мини-бар, меню, цены указаны такая большая комната и тут она на четверых а не нужно, я просто не ясно, вот такая вот комната так, это сюда а что это, слушай, походу у нас вид на кладбище походу это кладбище, если я не ошибаюсь я плохо вижу, но по-моему так, ладно в общем, такой большой большой, просторный номер у нас может, и тут спать, там-там-там в общем, где угодно здесь здесь-здесь-здесь вешалка и сюда можно ставить вещи тут мини-бар ой, мини-бар, тут сейф тоже типа что-то такого вот гардероба тут сколько-то несколько вешалок и ванная комната такая вот тут гель для душа и здесь тоже какие-то там шампунь, гель здесь тоже что-то есть вот такой у нас номер а, да, и на полу ковролин столик ну, в общем, все вам показала такой у нас номер что ли душа заметила я даже не увидела тут комплимент от отеля шоколадки, вода и вино вот комплимент дон джованни вот хочу еще вам показать тут room service меню вот такие цены все в кронах но можно перевести в любую валюту и самое главное спа-центр тут есть тайский массаж там все-все-все может быть я вечером туда пойду если ну, посмотрим какие будут планы если мы никуда не поедем то надо будет еще это подробно изучить я бы сделала массаж релакс не тайский ничего а просто релакс вот не вижу есть он тут или нет массаж зад ах, лавы наверное это массаж головы я так думаю зазворого аромамассаж не вижу на английском тут нет тут только на чешском теплоарома ойл релакса релаксасни и лишний не знаю как это читается массаж релаксашни наверное вот мне походу вот это наверное нужно пилинг арома пилинг не надо тайский массаж ну, можно в принципе все понять алиова тайский массаж традиционный тайский массаж в общем я не знаю наверное неправильно конечно все произошло ну, вот смотрите а цены мне казалось я тут в евро видела цены не понимаю а вот вот на английском traditional таймассаж таймойл массаж вот 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 евро все цены от 56 от 50 от 52 евро так вот арома терапия hot hair болтай массаж пилинг for hands full body таймойл в 4 руки прегнанс и арома тут даже для беременных есть арома массаж арома терапия так дальше джинджер арома таймф и шел массаж royal таймойл special bag and head массаж кстати вот это тоже можно сделать для спины головы food relaxology aroma hot stone hot coconut терапии ну в общем вот я сейчас почитаю посмотрю если мы никуда не уедем и будут силы то может быть вечером поднимусь по-моему наверху это все если я не ошибаюсь неважно пойду и сделаю себе какой-нибудь массаж почему бы и нет ладно мои дорогие на этом все я это видео заканчиваю такое оно получилось о том о всем но все самое интересное вам рассказала показала до сих пор не могу отойти от того а-ля отеля куда мы приехали вообще и смех и грех просто жесть какая-то была вы бы видели эти коридоры лабиринты переходы из одного крыла в другой мы идем 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 по этим точкам она бежит вперед мы говорим нет 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 извините мы тут мы тут не останемся а этот отель кстати очень достойный очень хороший он оказывается 4 звезды но я вам вот показала лобби белый рояль я по-моему его не сняла или попал он в кадр я не знаю тут ресторан ну все-все-все такого очень хорошего уровня 4 звездный отель мне напомнил московский отель вот тоже есть такого плана типа там может быть какой-нибудь мариот еще что-то ну вот по стилю вот очень-очень мне это все напомнило великолепный тут кондиционер я сейчас тут немного отдыхаю в номере просто замечательно ну все чисто все хорошая косметика тут стоит очень приятный аромат ну в общем все вот и кстати я говорю хорошо что нам не продлили тот отель потому что ну тот отель он был сами видели но совсем средненький прям вот ну просто так себе просто тогда вот что было доступно то мы как бы забронировали и мы думали что мы на одну ночь но решили остаться побольше и в общем-то как бы нам очень повезло что там места уже не было потому что он переполнен там в основном вот сегодня я видела одни англичане мы когда выезжали оттуда и вот мы попали вот в этот хороший он реально очень хороший достойный такой отель все мои дорогие благодарю вас за внимание на этом точно все всем отличного настроения удачного дня и до скорой встречи всех целую обнимаю пока-пока из браки